Существует много хороших и интересных сайтов, предлагающих треки, которые вам наверняка хотелось бы купить в первую очередь. На моих сайтах представлены ваши любимые лейблы и полезные ссылки. По ним вы непременно найдете что-нибудь новое. Другие сайты, такие как djdownload.com, имеют различные интересные функции. Например, функция отображения звуковой волны трека. Вы можете щелкнуть на любом участке волны, чтобы увидеть, что происходит в этой точке. Это очень удобная функция для анализа композиций. Еще одним преимуществом интернета являются чарты диджеев. Эти сайты помогут вам ознакомиться с работами диджеев и приобрести интересные треки. Здесь у нас есть два трека, которые нам нужно свести. Мы уже знаем, как это делается, но необходимо также знать, в какой момент и как следует выполнять сведение. Вот несколько советов с учетом того, насколько хорошо вам знакома запись и насколько вы опытны. Сначала выполним микс интро-аутро. Здесь первый фрагмент 60 секунд одного трека накладывается на последний фрагмент 90 секунд другого трека, который сейчас воспроизводится. Начнем. Как всегда, мы включаем этот трек с начала нового квадрата. Постепенно поднимаем уровень, чтобы добиться плавности. Немного прибираем бас, чтобы не допустить конфликта на нижних частотах. Если этого не сделать, то при сведении может произойти накладка басов. Здесь снижаем уровень басов, а в треке, к которому мы переходим, наоборот поднимаем. Как мы помним, фейдеры должны быть установлены вверху до упора. Под конец микса опускаем этот фейдер. Мы выполнили микс интро-аутро. Следующий способ микширования – наложение элементов одного трека на другой. Давайте я покажу. Дожидаемся начала следующего квадрата. Выводим фейдер, создавая микс. Звучат оба трека. Это привносит новые элементы, образуя дополнительную динамику. Все, что здесь нужно – это вывести трек точно вовремя. То экспериментируйте с эквалайзером, прибирая низы и верха, чтобы звучание было как можно более мягче. Вы слышите, что теперь элементы этого трека и элементы этого трека прекрасно накладываются друг на друга. Конечно, добиться такой гармонии довольно трудно, но когда это удается – звучание радует. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И перед окончанием уводим один трек. Если вы хотите, чтобы ваши миксы получались хорошими, нужно вовремя уводить треки. Микс может звучать сколь угодно долго, главное, чтобы он нравился вам и вашей аудитории. Музыка открывает широчайшие просторы для сведения. Не стесняйтесь экспериментировать. Обращайте внимание на то, что делают ваши любимые диджеи, когда они сводят треки. Когда я начинала, я тоже слушала любимых диджеев, отмечая, насколько красиво они комбинируют оба трека, делая из них нечто новое. Так что экспериментируйте, потому что это доставляет удовольствие. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я Сэр Эмэйн. Надеюсь, вам понравилось изучать азы диджеинга вместе со мной. Помните, главное – это упорство и настойчивость. Они обязательно вам помогут. Добро пожаловать в мир диджеинга. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА